Всем привет! С вами привет! Сегодня поговорим о таких модификациях, которые могут использоваться людьми, играющими за такую роль как танк танкования и все к нему присущее. Итак, разберем конкретную роль танкования. Что она из себя представляет? Это удержание на себе определенной пачки мобов, определенного босса как вариант. А если танкование происходит два танка, то какая-либо смена или взаимосмена между боссом, мобами и какими-либо прочими элементами боя с одного танка на второго. То есть, допустим, при двух стаках меняетесь, при трех, то есть это все обговаривается и происходит. Что нам нужно делать для того, чтобы нормально все это работало? Чтобы угроза на вас была и абсолютно все нормально протекало в бою, вы должны отслеживать свою угрозу. Допустим, у меня нету никаких дополнительных аддонов по типу Омана. У меня от стандартного интерфейса все спокойно пишет. Допустим, сейчас я подлетаю к мобу, допустим сюда, и по идее здесь у меня пишутся процентики. Даже просто наведя нам оба, в правом нижнем углу мы увидим свой процент угрозы. Суть в том, что можно через стандартный блок интерфейса смотреть процент угрозы на мобике, но это будет как-то такое себе, если честно. А можно скачать такой аддон с названием Oman. Ссылочку на скачку я обязательно оставлю в описании. Зайдете, скачаете с помощью курса клиента быстренько и все отлично будет. Далее. Вообще, для просторного нормального танкования, для отслеживания каких-либо кулдаунов босса, вы можете установить себе ДБМ. Вы не можете, а вам нужно установить ДБМ, потому что этот аддон, полная его расшифровка, дедли босс мод, это полнейший список с таймерами кастов босса, которые покажут вам иконкой как танковские какие-либо важные касты, ну там хиловские, дамагерские, которые это и не особо нас уже и интересуют. Суть в том, что отслеживая эти танковские касты у какого-либо босса, вы сможете забрать босса, допустим, заранее, для ловли какого-либо негативного эффекта конкретно на себя, а не на другого танка. Далее, как вариант, удобно себе сделайте интерфейс. Сами. Можете поставить себе изменения интерфейса, допустим, какой-либо. У меня стандартный интерфейс, я им полностью доволен. Серьезно. Да, кто-то может сказать, что он нагружен всякими полосками, анонсами и прочими, но мне так удобно. И если вы гневаетесь на мой интерфейс, то значит вы гневаетесь сами на себя. Но, серьезно, 2017 год, сейчас бы, ну, пытаться как-либо оскорбить человека за то, что он использует, видите ли, не те аддоны, которые надо. Интерфейс — это персонализированная вещь, которая удобна для каждого. Какой-то человек сыграет хорошо на этом интерфейсе, какой-то даже обычный деф не сможет поражать. Суть вот в чем. Настройте себе правильный интерфейс. Как вариант, самый частый вопрос, по типу, как ты передвинул рамки таргетов в центр. Правая кнопка перемещения рамки разблокирует рамку. То есть разблокирует, заблокирует, все просто переносите туда, куда вам надо. Также, если это состав рейда или состав группы, и реально идет бой в два танка, не забывайте следить за стаками второго танка. Как вариант, вы можете запомнить его в цель. К примеру, аддон сейчас это блочит. Отключим аддон, быстренько перезапустим. Надеюсь, это пройдет реально быстро. Ну, давай же. Так вот, кликайте запомнить цель, и как вариант следите за негативными дебафами. Либо, либо, выдвигайте блок этой информации, кликайте на кнопочку информации, и здесь есть отрицательные эффекты. Если вы включите только рассеиваемые отрицательные эффекты, то дебафы боссов вы никогда не увидите. Потому что рассеять их, ну, способов очень мало, да и рассеять вы их не сможете, будучи в роли танкования. Так что, такая себе идея. Как вариант, реально, сделайте галочки именно так, как у меня. Это весьма полезно, практично, и правда, очень удобно. То есть, многие люди уже ставили так все это, как у меня, и оставались реально довольными, еще начиная с дренора. Так, далее, что можно рассказать? Далее можно рассказать, что следите за процентом угрозы. Опять же, танкование вещь, на самом деле, весьма легкая в текущий момент. Нужно следить за процентами угрозы, нужно следить за негативными стаками, и вовремя прожимать дефенс кулдауны. По факту, это все танкование. Ну, а модификации ОМОН и просто настроите свой стандартный интерфейс. Если вам не хватает настроек стандартного интерфейса, как вариант, то вы можете скачать такую модификацию, как Advanced Interface Options. Это модификация, позволяющая использовать какие-либо старые настройки Варкрафта, которые использовались ранее. Типа вот таких вот, допустим, да? Неймплейты можно настроить, их дистанцию, допустим. Текст боя. Ну, там, полученный и неполученный урон, вот эти вот всякие интересные и не очень моменты. Сам комбат, то есть, да, что может происходить вообще, как вариант. Ну, а здесь уже нужно прописывать значения 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ну, типа, программирование, все дела. Вот. Можете, как вариант, покопаться в этом и что-то придумать для себя интересненькое. Вот. Я не особо тут шарился, серьезно говорю. То есть, я как установил этот аддон еще в Дреноре, так и остался им доволен. Иногда настраиваю, иногда переназначаю что-либо, но все же. Ладно, если у вас остались какие-либо вопросы, пожелания, или наоборот, вы можете подсказать еще какие-либо модификации, пишите, гляну их обязательно. Ну, и не забывайте писать те модификации, на которые обзор делать следующими. Все-таки рубрика продолжает свое... свое шествие, скажем так. Всех вам благ, легендарок побольше, побольше процентов угрозы, если оно того надо. До скорого.